Что хочу, то и ворочу. Так можно описать деятельность некоторых застройщиков. В проекте значилось одно, а построили совершенно другое. Сегодня на таких объектах побывали депутаты городского собрания. Название «Два капитана» учеников 4-й Чебоксарской гимназии, вероятно, будет ассоциироваться не только с произведением из школьной программы. Так называется многоэтажный административно-торговый комплекс, который, согласно проекту, должен появиться буквально в нескольких десятках метров от школы. Посмотрите какое, а, стояние до спортивной площадки. Ну это же вообще вот как бы... Здесь же въезд в школу был у них, получается. Да, здесь был въезд в школу. Это наверняка пожарный заезд в школу там, да, смотрите вот. Ну вообще абсурдная ситуация, конечно. Стоя на краю котлована, народные избранники задались вопросом, как вообще можно было выдать разрешение на строительство такого объекта в данном месте. После жалоб учителей и родителей застройщику даже пришлось судиться с администрацией города. Однако пока Фемида упорно стоит на стороне застройщика. Стоит пройти несколько десятков метров от этого участка, как Зору предстает другой пример. Вероятно, не таким представляли себе вид из окна жители окружающих домов, когда приобретали квартиры. Участок на стадии незавершенного строительства нынешний застройщик приобрел у предыдущего хозяина. Обещал городским властям построить многоуровневые парковки и офисные здания. А собрался строить жилье, считают специалисты. Однако по закону для этого участок застройщик должен был получить через аукцион. Уже это года три идет, у нас бодяга, мы им говорим нет, строить офисные помещения хотим в определенную зону перевезти, где они не смогут строить жилье. Они разными путями, немытьем-то катанием, там уже теперь на прокуратуру вышли. Но на этом участке по проспекту Мира строят то, что и должны – автомойку. Только вот получился объект в два раза больше, чем был запланирован. Автомойка на два поста. Ну, мы сразу видим, что тут раз, два, три. Это теперь, она должна была быть одноэтажная с подвалом. Мы видим здесь второй этаж, маленький клочок земли, а строят то, что хотят. Примерно такая же ситуация со зданием на Марпосадском шоссе. Там, за основным фасадом, скрывается незаконная пристройка. Автор этой идеи, вероятно, рассчитывал, что ее никто не заметит. Ну, а здание будущего кафе на Игерском бульваре прятать никто не думал. Здесь проект исказили открыто, отметили депутаты. Это все лишь примеры таких объектов в городе значительно больше. Контролировать ситуацию призвано муниципальный земельный контроль. Там по подобным объектам готовят документы и передают в суд. Что касается этих объектов, то иногда какой-нибудь лишний этаж, может быть, и не принесет городу особого вреда. Однако здесь важно создать прецедент вплоть до сноса, чтобы впредь игнорировать разрешение нормы было неповадно. Так или иначе, увиденное сегодня и то, какие меры можно предпринять, депутаты еще обсудят на комиссии. Ольга Пырочкина, Андрей Шоклев, Республика.